Согласно утвержденному расписанию ЕГЭ-2018, в основной период 6 июня выпускники школ сдают экзамены по русскому языку. В Хасаюте такой процесс проводят на базе 10-й и 12-й школ. Именно тут толпящиеся родители, ожидающие начала экзаменов школьники, собираются, чтобы пройти очередной этап проверки знаний. По словам начальника городского управления образования Руслана Ибрагимова, лидирующий позиции города в республике и отсутствие нарушений, уже говорит о высоком организационном уровне проведения ЕГЭ и огромной подготовительной работы с выпускниками. Мы создаем максимально благоприятные условия в том плане, что пока они зайдут, мы их готовим морально, настраиваем, чтобы на нормальный режим работали. В большинстве детей, по предварительным данным, они хорошо подготовились, сам процесс идет без всяких нарушений в обычном штатном режиме. Родители, конечно же, переживают за своих домочадцев и всячески их поддерживают перед началом экзаменационного процесса. Мать выпускницы многопрофильного лицея Зайрахана Дельбаевой, которая в будущем планирует стать медицинским специалистом, Аида Дельбаева в настрое своей дочери не сомневается и уверена в успешной сдаче всех предметов. За день до экзамена волнительно было ей, но сегодня она как-то боевым настроем поднялась и говорит, мам, я готова на все 100, я иду. Поэтому, видя ее лицо, нам тоже немножко спокойно. И, конечно, когда выходит с экзаменом, мы ожидаем, в каком состоянии они выходят. Весь процесс единого государственного экзамена проходит в строго определенных Министерствах образования страны правилах. За их соблюдением наблюдает руководитель пункта сдачи ЕГЭ, члены государственной экзаменационной комиссии и федеральный общественный наблюдатель. В мои обязанности ходят это. Я просто наблюдатель, я наблюдаю, фиксирую ошибки, говорю уполномоченным, и они уже, как бы, решают этот вопрос, там удаление, либо еще что-то. Вот, в принципе, пока я наблюдаю, у меня никаких ошибок не было. Я еще была в городе Астрахань наблюдатель у себя, и теперь вот приехал первый раз в Дагестан, здесь наблюдаю. Сами школьники в своих силах более чем уверены. Проведенная на протяжении всего учебного процесса работа должна дать свои положительные результаты, считает Медина Ахаева, выпускница 17-й школы. Она отмечает большое акцентированное внимание педагогами ко всем экзаменационным предметам. Сегодня ей предстоит написать сочинение и ответить на тестовые вопросы. 25 заданий на кимах русского языка, и есть сочинение не менее 150 слов. Работа была проведена, мы готовились, были пробные, сдавали хорошо, готовились мы. В текущем году общий государственный экзамен в Хасаюте сдадут 1809 классников, и порядка 350 выпускников сдадут единый государственный экзамен. Уже после им всем предстоит выбор с профильным учебным заведением и родом своей деятельности в будущем.